Всем доброго дня! В сегодняшнем таком небольшом мастер-классе я решил сделать, как будет выглядеть отверстие для основания, скажем, по АМК Виктора, в овальном виде. Для этого пришлось сделать вот такой вот шаблон. Он не один. Я вообще сделаю такие шаблоны. Вот этот для троечки, например, этот для четверки ленты. Да, я делал такие шаблоны, поскольку их легко поставить, скажем, наверх на фанеру, чтобы не надо было больше чертить. Поэтому очень советую сделать такие шаблоны. Почему они прозрачные? Ну, можно, конечно, использовать и фанерные шаблоны, ничего страшного нет. Но оргстекло, чем хорошо, оно немного прочнее дерева, не разбалтываются отверстия так сильно и довольно долго держатся. У меня, например, вот этот шаблон уже работает почти весь сезон и ничего с ним абсолютно не стало. Плюс еще таких шаблонов в том, что можно легко сделать основание меньшего диаметра. Вот. Как это, в принципе, делается? Я никогда, в принципе, не высверливаю один... Одно основание я всегда высверливаю по три, а то и по четыре. Сложив таким вот образом на толстую фанеру, да, сверху ставлю шаблон, вот, сверху ставлю шаблон, все это по углам прикручиваю шурупами к толстой фанере и высверливаю уже по шаблоне, таким образом получая сразу, 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 ну, в данном случае три их было, да, но можно сверлить, я пробовал сверлить пять штук, пять штук еще очень хорошо получается. Шесть пробовал сверлить, но все-таки на шестом уже сверло немножко, немножко не точно выходит. Вот. Ну, что касается овальных. Опять же, возьму подложку. Обязательно она такая надо. А, плюс еще такого способа в том, что он не раздирает отверстие. Вот та фанерка, которая внутри, да, она практически ничего не выдирает. Она, ну, хорошего качества получается. Ну, немножко больше выдирает последний, первый, вот, хотя, ну, дело он тоже еще пойдет. Вот эти, например, у меня основания, я специально сделал шаблон побольше для овальных оснований, да, эти основания, например, 28 сантиметров в диаметре будут, вот, ну, пока они выглядят вот так. Так, потом я все это лобзиком вырезаю, немножко больше на сантиметр, наверное, тут, ну, на 12 миллиметров. Вот. И получаю уже готовое основание. Насчет того зиньковать, насчет зиньковки отверстий, ну, скажу так, я тут попробовал и зиньковать их, и не зиньковать. Особой разницы я не заметил, ну, в незинкованных отверстиях бывает, что, более часто бывает, что лента на краях все-таки рвется. Но, в принципе, плести можно и не зиньковать отверстия. Вот. Дальше. Ну, как же будет с этим, с этими овальными основаниями? Надо сказать, немножко я тут попробовал почертить. Вот и такой вариант был, и такой вариант был. Но вот как-то я никак не могу пока придумать, как сделать это отверстие вот здесь вот посередине. Так что, если у вас какие-то будут интересные варианты, я бы попросил в комментариях прислать или фото, или объяснить, как это есть, как это будет вот в таком вот случае, да, то будет очень здорово. Обязательно потом сниму фильм. Вот. Но пока мне вот такой вариант не удался. Ну, и опять же, такой вариант мне не очень подходит, поскольку мне больше нравятся такие вот шаблоны, ну, овалы такие геометрические, вот такого вот характера. Вот на этом я покажу. Ну, шаблон, в принципе, обыкновенный, сделанный двумя гвоздиками и ниточкой. Вот, в данном случае он идет 24 сантиметра на 19. Да. Вот. Высверленные отверстия обязательно по вот этому шаблону, вот, по одной из его диагоналей. Это обязательно. Вот три отверстия. Одно в центре и два по краям. Зачем эти отверстия надо? Затем, чтобы несколько фанерок, ну, в данном случае у меня будет три, совместить вместе. Вот. Дальше. Ну, естественно, нужно их сейчас собрать. Это, кстати, не мой способ. Это я посмотрел у Игоря Мирошниченко, который делал когда-то прямоугольный поднос. И он просто его расчертил, ну, практически сколько ему надо, на основании. Так что это не мой такой способ. Ну, я решил все-таки его показать. Спасибо Игорю за идею. Покажу, как я это делаю. Ну, и со своей стороны, естественно, это будет геометрический овал. Плюс вот такой вот так вот шаблон ставим. Совмещаем. Вот. Совмещаю я обычно вот таким вот образом, нехитрым шурупами. А, ну, возьму я, наверное... Нет, не возьму. Вот. Вот. Просто три шурупчика вот в эти вот. Нет, это сильно. Слишком длинный будет. Вот. Вот. Вот таким вот образом три шурупчика. Вот. Здесь я вырезал прямоугольник. Отметил на нем, конечно же, овал. Поскольку я буду сверлить отверстие где-то, ну, примерно один сантиметр, чтобы были от края. Вот. Вот. Ну, может быть даже не один сантиметр. Ну, где-то так получится, наверное. То есть по самому краю я отверстие сверлить не буду. Вот. Вот. В принципе, надо было бы каким-нибудь образом там еще и линию навести. Ну, пока у меня такой вот, пока такой вот вариант получился. Вот. Вот. Совмещаем это все на шурупчиках. Совмещаем это все шурупчиками. Да. Вот. Вот. Ничего такого. Ничего такого сложного тут нет. Надо совместить все три, все три шаблона, не шаблона, а основания в одно место. Вот. 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 Таким вот образом. Немножко потянуть шурупы. Вот. Дальше беру подложку. Ну, это обычно, у меня фанера потолще, да. Ну и примерно вот так вот на эту фанеру постараюсь прикрутить все три основания. Вот основания прикручены. Ну и сейчас что надо сделать? Надо высверлить вот эти вот отверстия. Вот три отверстия уже здесь есть, это очень хорошо. Сейчас постараюсь просверлить. Но просверлить его надо так, чтобы примерно оставалось ну хотя бы 5 миллиметров до края. А даже я думаю, что лучше если бы какой-нибудь сантиметр до края оставался. Вот. Так что сейчас его и просверлю. Ну вот. Есть такая у меня сверлилка тут. Вот. Ну и постараюсь буду сверлить. Ну надо отрегулировать так, чтобы она, чтобы она чуть-чуть входила только в нижнюю фанеру. Ну чтобы насквозь сети пробивало, чтобы лишнее не сверлить. Ну и попробую через этот шарик на сверлить. Ну немножко с другого ракурса, я думаю, будет получше покажу. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Ну все до конца я уже показывать не буду. Покажу конечный результат. Скажу только, что через шаблон сверлить гораздо удобней, чем ловить отверстия, даже если они, скажем, отмечены, закернены. Вот. Гораздо удобнее таким образом. То есть можно сделать еще побольше шаблон для больших оснований, скажем так, и это будет достаточно удобно. Вот. Через шаблон намного удобнее сверлить. Насчет сверла. Сверло здесь 4 миллиметра и сверло по металлу. По металлу и обязательно с заводской заточкой. Вот. С заводской заточкой она тогда никуда не уходит, оно аккуратно сверлит. Что же касается сверел, скажем, с центром, ну не люблю я их, поскольку они больше выдирают, ну, выдирают фанеру. Вот. Поэтому я как-то лучше привык сверлить по металлу. Эти сверлышки недорогие. В принципе, их можно... Я их беру, например, сразу 10 штук на сезон, и мне хватает. Вот. Ну, чтобы не перетачивать, чтобы с заводской заточкой они были, тогда он довольно точно идет через все 3 слоя. А, в принципе, я пробовал даже он еще через 5 слоев идет неплохо. Потому, ну, вот такие небольшие такие тонкости в этом вот всем. Вот. Просверлю я это все. Вот. А тогда уже вам покажу, что у меня тут получилось. И так далее. Просверлю и вырежу, наверное, еще контуры, овалы. Вот. Ну, что успею, скажем так. Высверлил я основание. Сейчас их вскрою. Вот. Таким некитрым способом у меня получилось сразу 3 основания. Вот. Вот. Ну, и в следующем МК. Сейчас я их обрежу по контуру. Немножко шлифану края, немножко плоскость шлифану. Это я уже показывать не буду. Тут все, в принципе, просто вручную. Вот. Зиньковать отверстие не буду. Вот. На данный момент попробую, как раз вам покажу. Сейчас вырежу и уже в следующем МК, я думаю, покажу, как его заплести. Ну, в принципе, тут до этого диаметра будет все то же самое, что и по МК Виктора. Здесь, в принципе, наверное, тоже. Ну, а эти концы еще покажу. Вот. А уже как переход будет на узелок какой, да, вот там уже покажу, как будет это выглядеть. Вот. Есть некоторые идеи, что получится, увидите сами. Ну, и такой будет проект овальный. Сначала будет, я думаю, овальный поднос. Потом будет овальная корзина. И я так думаю, что даже попробую ее сделать с крышками. Вот. Поэтому, ну, я думаю, что будет интересно. Вот. Так что, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.